Зачем вы меня звали? Я хочу за всё, за всё попросить прощения. Я всегда знал, что вы вздорная, бессмысленная, ни на что не годная девица. Но сегодня я понял, что вы... Вы готовы унижаться, лишь бы вас выпустили отсюда. И это всё, что вы поняли? Эх вы, вещи Олег! Он считал, что для качественной работы в кино артисту, как воздух, необходима постоянная театральная практика. По этой причине Иван Дмитриев никогда не расставался с театром, несмотря на частые съёмки. Популярность актёра возрастала от картины к картине, но наибольшую известность ему принесла роль Старпома в комедии «Полосатый рейс». Иван Петрович появился на свет в Тверской области летом 1915 года. Тяга к искусству обнаружилась у ребёнка с малых лет. Школьниками Иван посещал драматический кружок. Самодеятельные постановки иногда показывали на сцене местного театра. Начинающим артистам даже выплачивался скромный гонорар. Заработанные деньги мальчишка откладывал на будущее. Его мечтой было обучение в Ленинграде. А жизнь в большом городе требовала средств. Окончив семилетку, парень устроился суфлёром в театр. За три года работы, помимо основных обязанностей, Дмитриев успел побыть артистом второго состава, бутафором и даже помощником режиссёра. В 30-е годы юноша серьёзно увлёкся акробатикой и задумал поступить в Ленинградское цирковое училище. Но по приезду в Северную столицу изменил свои планы. Иван успешно прошёл вступительное испытание в техникум сценических искусств. И в 1936-м получил диплом и профессию мечты. Театральная карьера Дмитриева началась ещё в студенчестве, когда молодого человека, обладающего заметным творческим потенциалом, задействовали в паре спектакли Государственного академического драмтеатра. После выпуска артист получил распределение в Ленинградский театр комедии, но задержался в нём только на два сезона. В разное время он служил в Театре Балтийского флота, в Академическом театре имени Комиссаржевской и в Драматическом театре имени Пушкина. За годы, проведённые на прославленных сценах, актёр исполнил не менее двух сотен ролей, среди которых Свидригайлов из «Преступление и наказание Достоевского», Паратов из «Беспреданницы Островского», Ноздрёв из «Мёртвых душ» Гоголя и Земнухов из «Молодой гвардии» Фадеева. Советско-финскую компанию Дмитриев встретил на передовой в составе концертной фронтовой бригады. Разразившаяся следом Великая Отечественная война принесла в жизнь Ивана Петровича не только выступления перед солдатами и офицерами, но и настоящие сражения. Между спектаклями актёр брал в руки оружие для защиты родного Ленинграда, Кронштадта и Таллина. Великую победу красноармеец Дмитриев встречал с несколькими медалями и орденом Красной Звезды на груди. Фильмы Кинематографическая карьера артиста развивалась весьма неспешно. Дебютным фильмом стала чёрно-белая приключенческая картина 1939 года «Четвёртый перископ». После неё Иван Петрович продолжительное время снимался крайне редко и зачастую без указания фамилии в титрах. Так, к середине 50-х годов в его послужном списке насчитывалось четыре фильма, и лишь в одном из них в «Академике Иване Павлове» его герой не остался безымянным персонажем. А у тебя не бывало так во сне, что вот ты бежишь, торопишься со всех ног, а сам не с места. Страшно меня. Бывает, после мамашиных блинов только. А меня это ощущение преследует наяву. Ты знаешь, как будто я должен торопиться, торопиться куда-то. 1955 год открыл перед актёром новую творческую страницу. Мужчину всё чаще начали приглашать на съёмки и доверять главной роли. Первый подобный опыт Дмитриев получил, снявшись в мелодраматической комедии «За витриной универмага». Он перевоплотился в заведующего секции готового платья Михаила Крылова, на долю которого выпадает нежданная любовь и ошибочное обвинение за недостачу продукции. Товарищ Андреев, не ищите вы виноватых, а лучше посмотрите у себя. Я вас не спрашиваю, старец. У себя мы как-нибудь сами разберёмся. Я говорю о вас. Кто он дал право травить наш коллектив? Кто он дал право превращать серьёзное дело какой-то балаган? Что вы там сегодня высмеивали? Просто вы задали целью на чужой беде сделать себе карьеру? Вы крыльист! Вы понимаете, что вы говорите? Самый обыкновенныйший крыль. Качан – честный судья и примерный семьянин, с любовью вырастивший и воспитавший неродную по крови дочку. Жизнь улыбается. В тригонометре пятёрка схватила. Схватила. Откуда берёте такие слыночки? Нет, на то, у них обоих какая-то одинаковая зараза. Кстати, ты знаешь, которые часть? За поздним временем, папка, следствие прекращается. И вообще у меня уроки, позаниматься надо. Да, самое главное – изобразить приглашение на именины. Ещё одна главная роль ждала артиста в ленте «Матроса шёл на берег». Здесь драматический талант Дмитриева раскрылся в образе портового грузчика Алексея Ермоленко. Поздравь меня! Бригадир обстал. Ну? Да. А какой бригады? Самой гвардейской, тринадцатой. Смеётесь? Ну честно, что? Ну хлебнёте горе. Что? Хлебнёте горе. Ну чего, посмотрим. Таня, надо отпраздновать это дело. Давай вечером сходим куда-нибудь? Куда? Ну не знаю, куда-нибудь. Договорились? Угу. 20.00 на обычном месте. Договорились? В 1961-м после выхода на экраны полосатого рейса актёр получил шуточное прозвище «Всесоюзный старпом» и преданную армию поклонниц. Его голубоглазый, немногословный помощник капитан Олег Петрович вызвал искреннее восхищение всего женского населения Советского Союза. Войдите. Олег Петрович, я всё думаю об этой проклятущей макате. Где же нам её искать, а? Искать её больше не нужно. Я её поймал и кинул за борт, да? Да. Согласно вашему приказу. Ну, вы железный человек. Я, наверное, не смог бы. В драме «Жизни врачей скорой помощи-03» Дмитрий его достал из роли доктора Александра, чьё высокомерие и эгоизм отпугивают влюблённую в него коллегу Ольгу. Доброе утро. Доброе утро. Если не почему-то как мальчишка с утра в голову. Сейчас всё хорошо. Успокоился, увидел тебя, улыбнулся. Всё стало хорошо. Я как валерьянка. 20 капель на рюм. Ой, я совершенно не знаю, как мне теперь себя вести. Может быть, стоять под твоими окнами и сочинять стихи. С возрастом Иван Петрович всё больше предпочитал эпизоды. В 70-е годы его героями становились Евгений Мамайский из комедии «Последний Ди Помпеи», Варенцов из «Детектива меня это не касается» и «Дворянин Макроусов» из исторического сериала «Государственная граница». Я столбовой дворянин Макроусов! Я могу пойти куда хочу, куда мне надо, потому что я свободный человек! Ура! 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 Господа, я прошу вас, давайте, давайте все вместе, ну! В первой половине 80-х актёр вновь обратился к исполнению главной роли, сыграв милицейского полковника Сергея Ивановича в детективной картине «Ювелирное дело». Последней экранной работой народного артиста стал отец Дмитрии в многосерийной мелодраме 2002 года «Время любить». Личная жизнь Иван Петрович был дважды женат. С первой супругой, актрисой Александрой Дельвин, он прожил 10 лет. За эти годы семья пережила трагедию потери ребенка, усыновление беспризорного мальчика и рождение дочери Ксении. Во втором браке жена Галина подарила Дмитриева долгожданного сына Антона. К несчастью, именитый отец пережил наследника и его мать на три долгих года. Антон Иванович и Галина Григорьевна один за другим скончались в июне 2000 года. Самого Ивана Петровича не стало в октябре 2003-го. Последним пристанищем для Дмитриева стало Волковское кладбище Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.